Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, перед нами сегодня новый день, новый счет Амеры, третий день и продолжение праздника. И очень сложная ситуация в мире. И все это вместе, вот объединенное, дает нам урок. Мудрецы учат нас, что идеальная всегда средняя линия. Сегодня вот средняя линия, Тиферет, как раз Хеседа, вот такой день. Как раз вот эта средняя линия, это проявление доброты в этом мире. Мудрецы говорили, что в этот день духовная практика заключается в том, что если у тебя есть какие-то сложности со спутником жизни или еще с какими-то людьми, подумай о том, что ваша не схожесть, эта проблема очень маленькая, а скорее это еще больше, это ключ к успеху. Наиболее ярким примером соединения двух противоположностей всегда являлся союз мужчины и женщины. Это почти невозможно. Это два инопланетных существа сошлись вместе, люди, которые расширили и воспитывались в разных условиях, и вдруг они живут вместе. Полностью отличаясь друг от друга, они представляют собой взаимодополняющие виды. Муж и жена поначалу похожи на необработанные куски древесины. Чтобы соединить их в единое целое, каждый должен поработать над своими душевными качествами. На что это похоже? Когда два куска дерева, у каждого из которых есть свои неровности берут, плотник хочет их соединить, ему что приходится срезать выпуклости, и тогда их можно приладить друг к другу. То же самое в браке. Каждый из супругов должен устранить мешающие неровности, и при этом стараться не замягчать неровности в своем партнере. Вот это позволяет достичь тиферед, единства. Как же на самом деле соединить осколки, которые превратили две стены в одну крепость? Это отвечает повеление Торы. Поэтому оставить человек отца и мать свою. Когда человек собирается жениться, ему нужно оставить позади привычки, которые приобрели в доме родителей, и мешающие партнеру, и тогда прилипятся к жильнице и станут одной плотью. Наступает тогда единство, поскольку без изменения препятствующих привычек супруги никогда не достигнут полного единения. Такова главная трудность, но и задача, и испытания. Еще одно. В большинстве случаев надо избегать крайностей. Средняя линия всегда идеальна. Человеки тоже работают разные силы, часто противоположные. Человека наполняют разные начала. Они ведут нас к постоянной войне внутри. Это война между материей и духом. Этим человек отличается от всего, что создано Всевышним. Ведь ни у одного животного нет, и живого существа нет свободы выбора. Несомненно, каждое живое существо с определенной целью появилось на свет. И каждое участвует в реализации замысла Творца. Но все это происходит помимо их воли. У человека совсем иначе. Рассказывал Сим Хашлома, Раф Сим Хашлома, одну сентенцию. Когда человек жил в одной комнате, у него находилось достаточно места, чтобы устроить на ночь своих гостей. Когда его жилплощадь увеличилась до двух комнат, ему уже негде было разместить гостя. Когда человек стал преуспевать и приобрел трехкомнатную квартиру, он почувствовал, что ему самому не хватает места и стал обедать вместе с женой на кухне. Когда его квартира увеличилась до четырех комнат, он стал питаться семьей в ресторане. Вот надо понимать, как идет наша жизнь. Ладно, возвращаемся к празднику Пейса. Когда Шнеур Залман, будущий основатель династии Хаббада, вернулся от своего учителя Магида Измешилича, друзья спросили, чему ты там научился? Он ответил, я научился, как можно понимать слова пасхальные годы. Иди и учись. Иди, надо уметь выйти из себя и увидеть свои недостатки. Учись, надо учиться у других и научиться видеть все их достоинства. Сейчас уникальное время, время Пейсаха. Что-то странное, вот обратите внимание, случилось с нашими отцами около трех тысяч лет назад. В течение поколениях жизнь протекала по рутинному пути, работа, там, рутина и так далее. Вдруг как будто все взорвалось. Казни, Египет, отчаянность, стремление, раздвижение моря. Невероятные вещи, это напоминает наше время. Жизнь многих поколений протекала по накатанному пути. И в духовной, и в материальной жизни. И вот теперь переворот. Что же делать в этом новом мире? Есть старая притча, я расскажу ее. Старая еврейская притча поверстует о том, что однажды осел одного крестьянина провалился в пересохший холодец. Пока тот размышлял, что ему предполнять, животное издавало там их звуки, кричало, переживало. В конце концов человек решил, что старый осел и пересохший холодец вообще ему без надобности. Позвал соседей помочь засыпать колодец, закопав заодно и ненужного зверя. Закипела работа, животное понял, что происходит, громко вопило, однако вопли потом прекратились. Через какое-то время фермер заглянул вниз. Его у земли не было предела. Комья земли падали на спину ослу. И тот совершал невероятное. Он стряхивал от себя землю, сброшенную людьми. Становился на нее сверху и утоптал. Соседи фермера продолжали забрасывать землями комьями колодец. Животное стряхивалось и поднималось все выше. Вдруг люди пришли в изумление, когда увидели, что поднявшийся наверх осел выпрыгнул из колодца и промчался мимо них. Вот такая притча. Жизнь каждому готовила много грязи. Часто судьба посылает все новые и новые порции. Однако каждый раз, встречая упавший ком грязи, следует как ослик. Отряхнуться и продолжать подниматься наверх. Любая из появляющихся жизненных проблем является ничем иным, как возможностью стать только выше. Не останавливаясь и не сдаваясь, можно выкарабкаться даже из самого глубокого колодца. Тем более в такие дни, которые и у нас сегодня. Дни Пейсиха. Брахавы от слоха. Чтоб на нас меньше падало и что мы выше поднимались. Брахавы от слоха. И мира. Мира добра. Брахавы от слоха.